Hello, friends! Вы на канале Simple English. И я вам хочу объяснить в этом видео английские времена. Английские времена – группа Simple. Простые. Есть настоящее простое время, прошедшее и будущее. Три времени, которые мы сегодня кратко разберем. Первое время будет Present Simple. Простое и настоящее время. Present – настоящее. Simple – простое. Оно отвечает на вопрос «Как часто?» How often? How often? How often – как часто? Если вам задали вопрос «How often?» Как часто? То отвечаем на него с помощью времени Present Simple. Допустим, как часто ты ходишь в магазин? How often do you go shopping? How often do you go shopping? Как часто ты ходишь в магазин за покупками? И мы отвечаем. Допустим, я хожу за покупками каждый день. I go shopping every day. Мы ответили используя время Present Simple. I go сказали. Что нам нужно знать? Что после I мы просто говорим глагол. Ну и вообще, если разберем утвердительную форму. Утвердительная форма как легко понять? Если мы можем добавить слово yes. Yes. И дальше у нас пошла наша мысль. Да, я это делаю. Да, ты делаешь. В русском языке мы переводим в настоящее время. Present Simple – это настоящее простое. В русском – просто настоящее время. Мы что-то делаем вообще. Смысл такой, что мы делаем что-то вообще. И действие происходит вообще. Вот я здесь нарисовал временную шкалу, линию. И мы любое действие делаем с какой-то периодичностью. Как часто? How often? Как часто? И мы делаем наше действие с какой-то периодичностью. Что такое периодичность? Это мы делаем допустим каждый день. Вот день прошел, вот день. Это называется периодичность. Это может быть день. Вот это первый день. Что-то мы сделали второй. Сделали третий день, четвертый, пятый. Это может быть как будто не день, а месяц. То есть каждый месяц тогда мы скажем Every month можно использовать с этим временем. Такие слова как Every day, Every month. Можно представить, что это года, каждый год, Every year и так далее. Любой промежуток времени. И периодичность это действие, которое происходит в промежутке какие-то. Каждый день, каждый месяц, каждый год и так далее. Это наше расписание. Мы можем представить расписание. Если мы рассказываем про свое расписание, давайте какое-нибудь нарисуем расписание, как оно выглядит в основном. Так, в клеточку, какие-то линии, здесь какие-то дни, понедельник, вторник, и здесь мы что-то делаем. Какие-то дни, в какие-то дни не делаем, в какие-то дни делаем что-то, не делаем что-то, делаем что-то. Вот у нас расписание или линия наше времени. Первый день, второй или месяц, или год и так далее. И мы что-то делали, сделали что-то, прошло время, опять что-то сделали, прошло время, еще сделали, еще, еще. Это может быть любое время. Мы используем вот это время present simple. Оно отвечает на вопрос как часто. How often? Не когда, а как часто. И чтобы вы могли сказать в этом времени все что угодно, правильно, мы должны запомнить споряжение глаголов в этом времени. Споряжение – это как глагол меняется, слово может меняться, глагол действия может меняться. И утвердительное предложение – это когда мы можем yes сказать. У нас что-то меняет, глагол может меняться, может не меняться вот таким образом. Допустим, yes, I go. Я хожу. Yes, you go. Ты или вы ходишь, ходите. Here, yes, here goes. Мы добавили es. Если словно o заканчивать, мы добавляем es. Но говорим z. Goes. Yes, she goes. She goes. She goes. Оно ходит. It goes. Как можем сделать? It goes. Мы ходим. We go. И они ходят. They go. Вот так у нас получается. То есть самое главное, нам запомнить надо es. Или буква s добавляется, или es. Это называется третье лицо. Он, она, оно. Добавляется s в утвердительных предложениях. Окей. Что у нас… Объясню немного поподробнее насчет окончания. У обычных слов мы просто добавляем к обычным словам es. Допустим, любит. Likes. Он любит. Yes, he likes. Да, он любит. He likes. Она любит. She likes. Оно любит. It likes. Просто s добавили. С с окончанием может также считаться как z, если слово заканчивается на звонке. Так же, как во множественном числе. Это я подробно объяснять не буду, потому что это краткое объяснение. Подробно может сниму в следующий раз видео. видео. Окей. Может, когда еще es мы добавляем. Если слово заканчивается на шипящий, свистящий звук. Ч, ш, ж, с, з. Все звуки, после которых с добавить сложно. Допустим, слово watch. Смотреть или наблюдать. Watch TV возьмем. Смотреть телевизор. И у нас получится here watches es. Потому что ч, ч, с выговаривать сложнее. Watches. Ч это шипящий звук. Ч, ч. She тоже watches, it watches. Окей. Теперь мы хотим сказать no. Нет, я это не делаю. Добавляем слово don't. No, I don't watch. Допустим. No, you don't. Ты это не делаешь. You don't. Ну, watch так же. Я уже потом не буду писать. No. Но here мы говорим doesn't. Давайте напишем watch. Это важно. После he doesn't окончание не надо. He doesn't watch. Смотрим. He watches. He doesn't watch. Он не смотрит. He doesn't watch TV. She. То же самое. He, she. Всегда все одинаково. Doesn't watch. It doesn't watch. We don't watch. They don't watch. Окей. И вопросительная форма. Мы спрашиваем. Я смотрю. Вот угадай. Я смотрю телевизор каждый день. А ты смотришь. А он смотрит. И так далее. Это вопрос. В вопросе мы используем вспомогательный глагол do или does. Do I watch. И вопрос всегда будет в конце. Do. Ну, с большой буквы. Если это предложение. Да. Do you watch, does he watch, does she watch, does it watch, do we watch, do they watch, ok. Вот это вам нужно запомнить. Есть еще существительные, есть имена. И часто в предложении необязательно использовать местоимение. Допустим, я не хочу сказать она смотрит, я хочу сказать Маша смотрит. То же самое вместо she будет просто Маша. Маша goes, Маша идет, Маша likes, Маша doesn't watch. И вопрос, does Маша watch, то есть вместо she мы просто поставили Маша. Вместо имя мальчика, вместо he мы подставляем имя мальчика. Вместо друзей мы подставляем, вместо they мы подставим слово друзья. Do they watch, do my friends watch, do your friends watch. То есть любое слово мы подставляем, вместо he, she, it, вместо they. Следующее время, допустим, нас спросили when, когда, и мы говорим yesterday, вчера, вчера, вчера я это делал. Это прошедшее простое время. И мы должны нарисовать точку на нашей временной шкале, которая будет обозначать настоящий момент. Вот мы нарисуем эта точка, это значит прямо сейчас. То есть now это сейчас. А тут все в прошлом. Вот это все прошлое тогда получается. А вот эти вот точки, это мы всегда делаем. Это present simple. Оно даже в прошлом было. Это не важно. Просто мы же по-русски говорим, я всегда хожу в магазин. Вчера я тоже ходил. Завтра я, наверное, тоже пойду. То есть вот это действие, оно от времени не зависит. Поэтому мы не задаем вопрос когда. When, когда, не для этого времени. Для этого времени вопрос how often, как часто, как часто ты ходишь куда-то. Каждый день, каждый день. Это какое время? Это во сколько часов? Сколько часов? Это не какое время. Это потому что мы не про время спрашиваем, а про периодичность. А вот если вас спросили when, когда вы сказали yesterday. 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 Вчера. Yesterday. Это вот прошлое. Вот пусть у нас вот это будет вчера. Это еще. Позавчера. И так далее. И так далее. Еще. Раньше. Еще. И еще. И еще. И еще. Окей. И мы используем уже не present simple, а время. Past simple. Прошедшее простое. И время past simple. Какие слова, кроме yesterday? Yesterday можно использовать. Мы можем использовать. Мы можем использовать last. Прошлое. Прошлый год. Last year. В прошлом году. Мы можем использовать, допустим, five days. Пять дней. Ago. Назад. Five days ago. Пять дней назад. И так далее. Эти слова. Они ставятся или в начале предложения, или в конце. У present simple вот эти слова every month, every year тоже в начале ставим или в конце. Есть еще и другие слова. Но уже в этом видео я все прям подробно объяснять не буду. Это видео тогда станет очень большим. Я так хотел уложиться. В 10 минут и уже 15. Может 20-25 минут уложусь. И так. То же самое. Мы берем и спрягаем глагол. То есть нам надо сказать уже вчера не я хожу, а я ходил. То есть нам надо что-то сделать. Надо поменять. Возьмем слово ходить. Go. Это неправильный глагол. Go в прошлом будет went. Поменяется полностью. Возьмем. Давайте скопируем и скажем. Вместо I go. I went. Я ходил. И went. Слово нигде не меняется. И you went. И даже he будет went. Без всяких окончаний. Очень все просто. Но надо выучить слово went. Чтобы сказать я ходил, ты ходил, он ходил, мы ходили. went, 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 went. Всегда будет went. Но вот слово watch это правильный глагол. Здесь у нас отрицательное. Здесь у нас другое будет правило. И если я хочу сказать я смотрел, я скажу I watch и добавлю ed. У правильных глаголов, которых тоже много, их даже больше, мы добавляем i, d наконец. Но говорим просто t. Watched. Ч глухой, значит d превращается в глухой c. Если был бы звонкий звук, был бы звонкий d. А если бы уже d на конце был, мы бы сказали id. Окей? Это пока я тоже не буду объяснять подробно. Надо отдельное видео. И у нас было бы везде watched. I watched, you watched, he watched, they watched. Смотрели все. Но если я хочу сказать no, нет, я не смотрел. Мы вместо don't просто говорим didn't. I didn't watch. Я не смотрел. I didn't watch. I didn't watch. Копирую. И вместо don't у нас везде будет didn't. You didn't watch. He didn't watch. She didn't watch. И так далее. It didn't watch. We didn't watch. Мы вчера ничего не смотрели, допустим. Окей, везде didn't. И в вопросе does везде меняется на did. Does и do меняем на did. Если мы спрашиваем что-то, у нас вместо do будет did. Did I watch? Did you watch? Did he watch? Did he watch? Did she watch? Did it watch? Did we watch? Did they watch? И так же, если было бы ходить слово go, у нас было бы слово go. Мы спрашиваем, допустим. Ты ходил? Did you go? Went уже использовать? Не надо. Went – это только yes. А в вопросе мы используем первую форму. Did you go? Ты ходил? Я не ходил. I didn't go. Went – использовать нельзя. I didn't watch без всяких окончаний. I didn't go без всяких окончаний. И последнее время мы разберем будущее. Если нас спросили when, когда, и мы говорим tomorrow. Завтра. Значит, это будущее время. Завтра мы будем что-то делать. И мы можем использовать future sample. Будущее – простое время. И все, что будет в будущем. Вот так вот туда. Все будущее. Все, что устремлено. Можем. Эта таблица нам не нужна. Чтобы она не мешала. Это все будущее. Это будет там завтрашний день, допустим. Tomorrow. Давайте лучше напечатаем. И следующий год, следующий месяц будет next, 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 next month. Следующий месяц, next year. Следующий год. И так далее. И мы что-то будем делать. Тоже возьмем, скопируем. И название напишем. Future – будущее. Future – simple. Окей. И в будущем мы будем использовать главное слово для будущего времени. Это слово will. Will – это утвердительно. Да, мы что-то будем делать. И противоположное слово won't – отрицательное. Не будем делать. Won't. Итак, я буду ходить куда-то. Я пойду. I will go. Я пойду. You will go. То же самое. Ты пойдешь. You will go. Он пойдет. He will go. Она пойдет. She'll go. She will go. It will go. We will go. We will go. They will go. Смотрите, нам сразу подчеркнули. Потому что везде будет go. s и s нигде нам не нужно. Просто go без всяких окончания. We'll go. We'll go. We'll go. We'll go. We'll go. We'll часто мы сокращаем до двух букв O. I'll go. You'll go. He'll go. She'll go. It'll go. We'll go. They'll go. Всегда можно сократить. Окей. И вот эти слова tomorrow, next month, next year. Ставим или в самом начале, или в самом конце. Tomorrow I will go. Завтра я куда-то пойду. Или I will go куда-то, куда-то next month. Я куда-то пойду, поеду в следующем месяце. Окей. Вопрос. Давайте сначала отрицание. Что мы не будем что-то делать. Я не пойду. Ты не пойдешь. Или не буду. Я не буду смотреть что-то. Вместо will мы будем использовать won't. Won't. Кстати, вместо will и вместо don't. Сейчас won't. Будем подставлять won't. I won't watch. Я не буду смотреть. Ты не будешь смотреть. You won't watch. He won't watch. She won't watch. It won't watch. We won't watch. They won't watch. Они не будут смотреть. Все без изменений. И вопрос. В вопросе will ставим на первое место. Возьмем вот этот пример. Я буду. Ты будешь. Он будет. По-английски как бы буду я что-то делать. Будешь ты. И так далее. Вместо did у нас будет well. Без сокращений. Просто всегда will. Will I watch? Will you watch? Go? Will he watch? Will she watch? Will it watch? Will we watch? Will they watch? И так далее. Окей. 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 А допустим, вот такое предложение. Будешь ли ты счастливым? Хотим вот так спросить. Напишем по-русски. Будешь. Будешь ли ты счастливым? Как мы это переведем на английский? Будешь. Будет. Это не слово will. Will. Оно просто показывает будущее время. Поэтому will I watch не переводится. Буду я смотреть. Хотя может и можно так перевести. Но смотрите. В русском языке мы пропускаем глагол быть. По правде должно быть предложение. Будешь ли ты быть счастливым? Вот так. И в английском так и должно быть. Мы так должны переводить. То есть будешь ли ты быть? А мы быть слово не используем. Мы говорим я счастливым. Мы не говорим я есть, я быть счастливым. Я являюсь, мы можем сказать. Я являюсь счастливым. Поэтому будешь ли ты являться счастливым? Это полный вариант предложения, которое мы в русском не используем. Будешь ли ты являться счастливым? То есть будешь ли ты что делать? Нет у нас глагола где что делать. Будешь ли ты что делать? Пропущен глагол. В русском, потому что слово быть, являться мы пропускаем. В английском нельзя. Поэтому будешь, will, ли мы не используем в английском. Такого у нас слова нет. You, зато вот слово be мы не используем. Быть, являться, be happy. Will you be happy. Вот здесь будешь ли ты являться счастливым? Пропущено be. В русском мы пропускаем. Окей. Но зато в прошедшем мы говорим был. Я счастливый. Ничего нет. Я был. Поставили слово был счастливым. Окей. То есть русский, он, язык избавился от лишних глаголов. Вот быть. Что будешь ли ты быть? Два раза будешь быть. Как бы. Или я есть счастливый. Зачем говорить я есть? Если можно просто я счастливый. И понятно, что сейчас. А чтобы сказать, что вчера, мы просто был поставим. А то если опять пропустим, я счастливый. И непонятно то ли вчера, то ли в будущем. То есть надо что-то подставить. Для настоящего мы ничего не подставляем. Я ничего счастливый. Это имеется ввиду сейчас. Для будущего у нас я буду счастливым. А для прошедшего я был. В английском никогда be слово не исчезает. Я сейчас счастливый. I am happy. Я был счастливый. I was happy. Я буду. I will be happy. Окей. Но глагол to be надо рассматривать отдельно. Для него отдельно нужно таблички вот эти написать. Потому что он особенный. Но сегодня это я уже делать не буду. Может в следующем видео. Окей. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайки. Thumbs up. Subscribe. Подписываемся. И пока-пока. И пока-пока. Увидимся в следующем видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok